Термин платежных систем, платежная система, он и даже нашим центральным банком России определяется просто как способ взаимодействия кредитных организаций, платильщиков, получателей платежей через вот некоторую взаимоувязанную систему взаимоотношений, в которой регламентируется при помощи специальных регламентов, документов. Банки в основном оперируют с понятием безналичных платежей, когда деньги просто перемещаются с одного счета на другой. В бытовом же обиходе приняты наличные платежи, но по сути все равно эти деньги так или иначе попадают на счет в банк, и дальше уже налоговые платежи, и все происходит по системе. Ну, если брать крупными мазками, то карточки, те, которые у нас получили название пластиковых карточек, это всего лишь средства для авторизации человека, что он имеет право распоряжаться неким банковским счетом, за которым эта карточка распространена. То есть, по сути, это просто чуть-чуть более удобное средство оплаты товаров и услуг, когда не нужно с собой носить деньги, или более того, эти деньги можно просто получать в кредит по этой карточке. Что касается систем электронных платежей, которые больше ассоциируются с различными системами типа Яндекс.Деньги, Вебмани и так далее, то здесь феномен немножечко другого рода. То есть, по сути, вот в связи с распространением электронных технологий и необходимостью вынужденной создания каких-то более удобных систем платежей, ведь оплата товаров и услуг, заказыванных, например, через интернет, тоже развивалась по определенным законам. То есть, например, изначально это были наличные деньги, которые вы отдавали курьеру, когда он приезжал за каким-либо товаром. После этого, ну, параллельно с этим можно было пользоваться, например, теми же банковскими переводами, то есть, когда вы подтверждали факт или ваш заказ начинал исполняться только после того, как продавцу приходило извещение о том, что вы перечислили деньги. Но требовалось какое-то просто более удобное средство платежа, и вот в конечном итоге, ну, опять же, в связи с развитием и распространенностью технологий, появились вот так называемые электронные деньги, электронные платежи. При этом формально структуры, ну, те же самые банки, которые вот эти вот электронные платежи начинают поддерживать, они как бы выпускают, ну, можно сказать, что вот эти электронные деньги, это не деньги как таковые, да, то есть, да, их там можно обменивать на различные валюты по разному курсу, но на самом деле с введением вот этих вот электронных денег у центральных банков всех стран как бы было отобрано или как частично отобрано право на выпуск наличности. То есть, вот электронные деньги — это некоторая параллельная, на самом деле, структура, которая живет там по своим отдельным законам, но это не фактические деньги как таковые. Очень интересно, что формального законодательства по этому поводу как такового нет. То есть, в принципе, все регламентируется взаимным договором, в том числе, может, общественным, и, по сути, гражданским кодексом. Ну, плюс еще сюда может подмешиваться закон о правах потребителя, когда совсем нагло его выбирать, безусловно, нельзя. Ну, в данном случае, здесь мы, на самом деле, как бы получаем такой треугольник, да. То есть, во-первых, это платильщик, который хочет получить более удобные средства платежа. Это имитент, вот некий финансовый, некого эквивалента обычных денег. Ну, это обязательно должен выступать какой-то банк, хотя, на самом деле, как бы это может быть любая частная компания и кто угодно. И это, хотя тогда лучше рассмотреть две схемы, да, на самом деле. Потому что, возможно, что имитентом будет выступать просто какая-то компания. Ну, яркий пример тому, например, оплата услуг сотовой связи или интернета через карточки экспресс-оплаты. Это, на самом деле, тоже самое. Та же самая некоторая параллельная платежная структура, но единственное, что имитентом и принимателем платежа в ней является, например, сотовый оператор. Либо, например, мы имеем такое трехстороннее соглашение между покупателем, продавцом и неким гарантом вот этой вот новой платежной системой, ну, пусть, например, это будет какой-нибудь банк. Банк тогда имитирует, ну, это не обязательно карточки, это может быть как раз там электронные деньги, электронные кошельки, все что угодно. Ну, и, соответственно, он регламентирует уже тогда правила взаимоотношений между всеми тремя сторонами, но фактически это все равно остается общественный договор, который регламентируется, ну, только, разве что, гражданским кодексом. То есть, принимая решение о том, что вы будете расплачиваться вот таким вот эквивалентным денег, собственно говоря, вы берете ответственность, прежде всего, на себя и ваше право доверять или не доверять той стороне, которая вот эти вот деньги так или иначе имитирует.